Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Готовят место для нового памятного объекта. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина помогли привести в порядок аллею, где появится Стелла, город трудовой доблести. Чисто там, где метут, во всех районах города проходят субботники. Какие территории приводят в порядок? Уникальная операция. Самарские медики восстановили зрение пациенту с осложнением после коронавирусной инфекции. Графские развалины. Самарскую дачу со слонами начнут восстанавливать этим летом. Эксклюзивные кадры особняка до реставрации. Месячник по благоустройству в самом разгаре. Сейчас в Самаре в порядок приводят проспект Кирова и Ракитовское шоссе. Скоро начнутся работы на путепроводе на улице Земице. На эти участки дорог жители жаловались больше всего. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как там выполняют ремонт, а также оценила общее благоустройство города и приняла участие в субботнике на аллее трудовой славы. Андрей Горгуленко подробнее. Проспект Кирова – одна из самых загруженных улиц Самары. Сейчас на дороге начался комплексный ремонт от заводского шоссе до улицы Победы. Ход работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Здесь заменят не только дорожное полотно, но и тротуары, бордюры, а также трамвайные межпутии. Кроме того, на путепроводе сделают дополнительное ограждение трамвайных путей, чтобы по ним не ездили автомобили. Это у нас первый раз вот такой, так скажем, выделенки делаем для трамвайных путей. Глава Самары проверила и другие объекты улично-дорожной сети, которые вызывали нарекания у жителей города и которые будут отремонтированы в этом году. Так на улице Земица отремонтируют путепровод длиной 510 метров, уложат новый асфальт, восстановят бордюры и там, где необходимо, выполнят замену гидроизоляции. В основном здесь движение большегрузное, трафик здесь очень большой. Будем выполнять работы, устанавливать светофоры, реверсивное движение, то есть мы будем работать на одной полосе. Активные работы ведут на Ракитовском шоссе. В ближайшее время подрядчик на сухих участках дороги начнет фрезерование старого асфальта. А пока продолжается установка ливневой канализации, чтобы отвезти с дороги лишнюю влагу. Канализационные решетки установят в трех местах на протяжении всей дороги. Первый дождеприемник у нас практически, вот светопор и вот грузовик едет. Вот там у нас будет первый дождеприемник с тремя решетками, другой у нас будет чуть ниже и третий дождеприемник практически метров за 150 до места врезки перед Карлом Марксом. Те дороги, на которых было особенно много жалоб, это и Ракитовская, это и Землица, это и проспект Кирова, это и Чекистов. Понимаю сроки, когда на другие дороги зайдут у нас подрядные организации на дорожное полотно. Кроме того, глава города оценивала не только состояние дорог, но и общее благоустройство Самары. К некоторым улицам у Елены Лапушкиной были нарекания, которые она передала главам городских районов. Закончила объезд глава Самары на аллее трудовой славы. Она приняла участие в субботнике на территории, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Это звание было присвоено городу президентом России Владимиром Путиным прошлым летом. Участие в субботнике принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После работ они вместе с главой города осмотрели территорию и обсудили на месте комплексное развитие всего участка. И какие работы еще предстоит сделать. Надо, конечно, подумать, как мы делаем это всегда, о комплексном преобразовании пространства и прилегающей территории. Здесь еще очень много работы. И мы сейчас с главой городского округа, с Еленой Владимировной Лапушкиной это обсудили. Здесь много что предстоит сделать, чтобы появившийся здесь знак выглядел гармонично и создал действительно торжественную обстановку по всей территории. Минувший субботник стал вторым общегородским в этом месяце. Еще один, общероссийский, состоится 24 апреля. Работать также выйдут все муниципальные службы города. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Городской субботник в минувшие выходные прошел во всех районах Самары. Привели в порядок и общественные пространства, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство в 2022 году. Напомню, таких пространств в городе 19. В Красноглинском районе два. Сквер УДК «Искра» в поселке Красная Глинка и сквер УЗАГСа в поселке Управленческий. Как наводили чистоту в последнем, расскажет Светлана Кудрявцева. С пользой для собственного здоровья и с любовью к родному городу. Ирина Кадяева усердно сгребает прошлогоднюю листву, чтобы сквер УЗАГСа встречал молодоженов и гостей района чистым и красивым. Замечательное настроение, хорошая работоспособность, чудесная погода, фронт работ, коллеги рядом. В этом сквере наводят порядок около 30 человек – сотрудники районной администрации и профильных предприятий. Апрель месяц – это месяц, когда мы создаем вокруг себя красоту и чистоту. Субботники сейчас идут везде, повсюду. Жители активно участвуют в наведении чистоты и порядка на территориях и около домов, и в скверах, и учреждения. Все тоже участвуют в наведении чистоты. И вы видите, сколько людей сегодня, праздник, музыка звучит, праздник обновления, праздник весны, в котором мы все принимаем участие. Эта территория особенно дорога жителям. Они выбрали ее для рейтингового голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Если сквер наберет наибольшее число голосов, его благоустроят в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители района мечтают, что сквер у ЗАГСа станет местом притяжения молодежи со всего города. Дизайн-проект обновленной территории воплощает идею семейных ценностей и брачных уз. Фонтан, как он здесь был раньше, ротонда свадебная, пергола праздничная и каскад из таких колец, колец Сердец. И новые скамейки, новое освещение, новые дорожки, тротуары. Жители активно поддержали данную тему, было внесено много своих предложений от жителей. Именно активная позиция жителей – одно из ключевых условий для включения общественной территории в программу «Формирование комфортной городской среды». Ранее в Красноглинском районе более 15,5 тысяч человек проголосовали за комплексное обновление сквера Овчарова в поселке Прибрежный, который, благодаря федеральной программе, преобразился до неузнаваемости. В порядок приводили территорию Самарского района города. Хлебная площадь также претендует на благоустройство в следующем году. С каким настроением вышли на работу местные жители, расскажет Ольга Павлова. Очистить газон от прошлогодней листвы, мелкого мусора, привести в порядок остановки общественного транспорта и прилегающей к ним территории, вышла студентка Ирина Маслобойщикова. В прошлом году из-за эпидемии коронавируса принять участие в субботнике ей не удалось. Поэтому сейчас к убранству города девушка подходит со всей ответственностью и привлекает к этому своих друзей и волонтеров. Мы очищаем природу и очищаемся сами после зимы, после всех каких-то негативных событий. На уборку хлебной площади вышли сотрудники районной администрации, управляющих компаний, социальных учреждений и неравнодушные жители Самары. Мы вместе создаем будущее. И когда делаем вместе добрые дела, то и человеческие улыбки зажигают, хорошее прекрасное настроение. Ребята и девчонки придут домой, порадуются вместе с родителями. И от этого, мне кажется, мир будет добрее и светлее. Мы всегда на позитиве. Самое главное, чтобы была рядом хорошая компания, хороший настрой. И много можно полезного сделать. И субботник сегодня. Это то, что делает сегодняшний день красочным, ярким, насыщенным, позитивными событиями. Эта территория вошла в топ-19 общественных пространств, которые претендуют на благоустройство в 2022 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В случае победы участок, на котором сейчас идет генеральная уборка, сможет претендовать на масштабное обновление. Здесь будут установлены мафы, будут установлены стоянки для велосипедов, будут дорожки, будут газоны, высажены туи и другие растения. И будет очень комфортно отдыхать людям в близлежащих домах. Также здесь планируют разместить детские, спортивные площадки и установить арт-объекты. Онлайн-голосование за территорией будет проходить с 26 апреля по 30 мая на сайте 63.городсреда.ру. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в перечень участков для благоустройства в 2022 году. Ольга Павло, Никита Колосов, Николай Епифанов. События. Убрали территорию берега Волги. Субботник в эти выходные прошел на набережной. Сбор мусора проводили раздельный. Подробнее Михаил Ермоленко. Самарис Павел Сафронов в субботний выходной день решил провести на природе. Но вместо прогулок по городу и традиционных весенних шашлыков он принял участие в уборке пляжа на набережной. Инициативу поддержали друзья. По словам молодого человека, отдых без любимого чистого города – не отдых. Сделать полезное для города, очистить его от мусора, от грязи. Весна идет, весне дорогу, красота чтобы была. Почему бы и нет. Это лучше, чем лежать дома. В этот субботний день к Павлу присоединились более 100 самарцев. Таким необычным образом было решено отметить день рождения агентства нестандартных экскурсий. Хотели сначала что-то такое стандартное, обычное. Но потом подумали, что зачем нам какие-то устраивать празднества, если можно просто собрать людей и сделать что-то полезное городу. Все-таки мы, так скажем, такое агентство, мы радеем за то, что наш город был интересный, красивый и, конечно же, чистый. Поэтому решили устроить такой вот день рождения чистоты. Самарскую набережную убирали активисты, волонтеры, сотрудники Центра управления регионом, а также экскурсоводы. Собирали мусор, бутылки и опавшую листву, чтобы даже дикий пляж выглядел чисто. Около полутора часов мы убираем побережье Волги раздельно. То есть отдельно стекло, отдельно пластика, отдельно металл и прочие бумаги. Эко-активистка Татьяна Борисова в подобном субботнике участвует уже не в первый раз. Ранее, год назад, со своими коллегами в рамках акции «Мусора нет» девушка уже убирала участок рядом с шестым причалом на улице Максима Горького. В этом году от предложения помочь убрать берег реки девушка также не отказалась и даже привела с собой друзей. То, что собрали раздельно, пойдет все на переработку. Это заберет наш партнер. Общий мусор соберут завтра уже. По окончании субботника волонтеров и всех желающих ждали сладкие угощения и горячий чай. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Льготную ипотеку для семей с детьми собираются распространить на жилые дома. Будут ли какие-то особые условия? Как получить ипотеку на дом, сейчас расскажу, но сначала о дорожном финансировании. На развитие сети автомобильных дорог в России в этом году направят 93 миллиарда рублей. 40 миллиардов рублей пойдут на строительство трассы Москва-Нижний Новгород-Казань, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. И еще почти 8 миллиардов рублей получат 5 регионов России для модернизации региональных и местных автомобильных трасс. Льготную ипотеку под 6% годовых для семей с детьми распространят на строительство частных домов или на приобретение участков. По предварительным данным, такой возможностью могут воспользоваться 20 тысяч российских семей. Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Обязательные условия строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15%. Максимальная сумма кредита зависит от региона. В Самарской области это 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банком возместит государство. Более половины россиян хотят открыть собственный бизнес. При этом 68% опрошенных хотели бы стать предпринимателями для улучшения финансового положения. 52% надеются, что собственный бизнес поможет им построить уверенное будущее. И каждый третий считает, что предпринимательство поможет ему чувствовать себя успешнее. Официальный курс доллара на 20 апреля – 76,25 рубля. Доллар снова растет, прибавил 70 копеек. Евро – 91,48 рубля. Европейская валюта выросла на 1,02 рубля. Нефть марки Brent дешевеет. За баррель дают 66,66 долларов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 192 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе – 59,484 человека. Такие данные в понедельник, 19 апреля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 228 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 56,509 пациентов. В регионе продолжается вакцинация населения. Прививку от COVID-19 сделали уже более 200 тысяч человек. Доступность повышают мобильные прививочные пункты. Об одном из них у Самарского стадиона на улице Дальней расскажет Сергей Кизоркин. Вы подвержите прививки. Мы рады, что вы пришли, что вы поддерживаете. Новый министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский пришел на вакцинацию от коронавируса перед футбольным матчем «Крылья Совета Факел». Состояние здоровья позволяет ему укрепить иммунитет и предостеречь организм от коварной болезни. А мобильные прививочные пункты – хорошая альтернатива для тех, кто сильно занят на работе. Не хватает времени для своего здоровья. Иду мимо, смотрю автобус. Почему не привиться? Тем более рядом пойдем болеть за команду. Ну и заодно и полезное сделал. В принципе, хорошо, удачно, правильное размещение, где можно привиться, спасти свое здоровье. Надо делать, надо прививаться. В передвижном прививочном пункте для вакцинации от COVID-19 возле Самарского стадиона привиться мог любой желающий. Волонтеры приглашали болельщиков на процедуру. Сейчас такое время, что коронавирус, очень много кто заболевает им. Помогать людям, чтобы не болели. Перед прививкой врач рассказывает о вакцине, измеряет температуру тела и кровяное давление, проводит общий осмотр и после этого принимает решение о проведении процедуры. Если нет противопоказаний, то можно прививаться. Самарские любители футбола были приятно удивлены, что на стадионе можно было совместить приятное с полезным. Ради безопасности, потому что поездно, потому что не хочется заболеть во многом из-за жены. У нее довольно слабое здоровье. И то есть, ну, это как обычно бывает. За себя особо не боишься, а вот за близких переживаешь, поэтому... Передвижные прививочные пункты работают в разных районах города. За один день в них прививаются несколько десятков горожан. Процедура прививки в передвижных пунктах ничем не отличается от стационара. Также потом врач выдает памятку и назначает дату повторной вакцинации через 21 день. Важно помнить, что прививка от COVID-19 формирует иммунитет в отношении коронавируса. Сергей Кизоркин, События. Коронавирусная инфекция, а затем серьезное осложнение на глаз и потеря зрения. Врачи Самарской областной офтальмологической больницы буквально заново открыли мир для поступившего к ним пациента. Медики провели уникальную операцию по пересадке роговицы и замене хрусталика. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Хрусталик у нас помутнил вследствие заболевания. У нас была дефта в роговице и меняется биохимия глаза и меняются структуры глаза. С таким повреждением глаз Андрей Криничный поступил в Самарскую областную офтальмологическую больницу. Он приехал из Волгограда. Рассказывает, что проблем со зрением никогда раньше не было, ведь он бывший военнослужащий. Но все изменилось во время лечения коронавирусной инфекции. Из-за ослабленного иммунитета у Андрея появилось инфекционное заболевание глаз. Утром я проснулся, почувствовал, что что-то не то, потому что зрение пропало левого глаза. Если защитных сил организма не хватает, то вирус герпеса, который вызывает пузырьки и корочки на губах, он на роговице вызывает воспаление, причем иногда глубоко, иногда на всю точку на роговице. Иногда присоединяется вторичная инфекция, иногда это приводит к перфорации, то есть просто к появлению отверстия на роговице, а это уже чревато потерей глаза. Практически в таком состоянии пациент к нам попал. Самарские медики провели действительно уникальную операцию. Помимо пересадки роговицы, пациенту заменили хрусталик. Пришлось делать одномоментно такую тройную процедуру. Это замена роговицы и удаление хрусталик с имплантацией интропулярной линзы. Самым главным для врачей стало сохранение глаза и восстановление зрения. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию. Еще полтора года он будет регулярно наблюдаться у офтальмолога. Чувствую себя сейчас нормально. Ну, не знаю, кто бы еще мог сделать такую операцию. Хороший хирург, хорошее оборудование, ответственный, внимательный к себе пациент. Пациент действительно полученный результат нас очень обрадовал. Подобных операций по замене роговицы в больнице имени Ярошевского делают около 120 в год. И каждую шестую – жителям других регионов России. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События. 60 рейдов и 23 протокола на нарушителей только за минувшую неделю. В Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Ревизоры проверяют пассажиров ежедневно с утра до вечера. Мэрия Елчана отправилась в один из таких рейдов. 1708 человек по своей вине не доехали до нужной остановки. Такова статистика результатов рейдов за текущий год. Антимасочников не только высаживают. На нарушителей масочного режима с начала этого года составили 194 протокола. Сотрудники профильного департамента совместно с полицейскими и контрольно-ревизионными службами провели 532 проверки. Следят за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм ежедневно. Проверкой охвачены все виды общественного транспорта во всех районах Самары. Эффект от таких мероприятий в том, что большинство людей, а большинство людей, все-таки это законопослушные граждане, они стимулируются к тому, чтобы соблюдать установленный режим ношения масок в общественном транспорте. На сегодняшний день, независимо от того, привился гражданин или не привился, или гражданка, житель города, масочный режим, он обязателен для всех. Как показала сегодняшняя проверка, большинство пассажиров прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей. Следует постановлению губернатора о масочном режиме в общественных местах и пользуется средствами индивидуальной защиты. И все бабушки у нас соблюдают режим масочный. Ну как же, это честность, порядочность, это совесть, понимаете, должны уважать мы и себя, и всех окружающих. Поэтому я всех призываю, маски, прививки давайте делать. Прививочная кампания среди персонала перевозчиков продолжается. Вместе с тем для водителей и кондукторов регулярно проводят инструктажи о необходимости использования пассажирами средств индивидуальной защиты. Автобус не начинает свой путь, пока все в салоне не будут в масках. Таких пассажиров не обелечивают. Я людям объясняю, что нужно одевать маски, всем окружаю. Они все слышали, что должны маски. Здесь окружение тоже. Особое внимание и к самим сотрудникам транспортных предприятий. Если в ходе рейса наши сотрудники, кондуктор в первую очередь, сняла маску, либо спустила ее на подбородок, об этом мы узнаем от наших пассажиров уважаемых. Они нам сообщают эту информацию на горячую линию, телефоны, которые размещены в нашем подвижном составе. В конце смены проводится служебная проверка. По итогам этой служебной проверки наш экипаж будет наказан, привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме проверки наличия масок, контролеры следят и за тем, чтобы в общественном транспорте не было пассажиров без билетов. Также в период пандемии весь подвижной состав регулярно дезинфицируют. Эта работа организована круглосуточно для снижения рисков инфицирования. Салоны, машины, вагоны обрабатывают специальным раствором. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству. Так после зимы уже тщательно отмыли 60% общественного автотранспорта. До конца апреля генеральная уборка завершится во всех предприятиях транспортной отрасли. Но мойка и дезинфекция, согласно регламенту, продолжатся. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Самарцы присоединились ко всемирному флешмобу, посвященному Дню охраны памятников культурного наследия. В этот день обсуждают вопросы сохранения памятников истории, а также проводят закрытые экскурсии по местам, которые в обычное время скрыты от глаз туристов. В этот раз самарцы смогли увидеть знаменитую дачу со слонами. В этом году ее ждет преображение. Как сегодня выглядит объект культурного наследия, увидела Гульфия Сафина. Когда-то, в начале 20 века, он выбыл участок на обрывистом берегу Волги. И примерно в 1908-1909 году построил здесь свою знаменитую дачу. Ее называют домом с призраками или графскими развалинами. Дача со слонами купца Константина Головкина много лет находится под охраной. И обросла не только травой, но и самыми разными мифами. Развеять их самарцы смогли в Международный день памятников и исторических мест. Мы решили в этом году начать вот эту традицию такую и начать с дачи Головкина не случайно, потому что в этом году празднуется 150 лет со дня рождения Константина Павловича. Вообще любой житель любого города должен знать о своем городе. Чем Самара отличается от Саратова? Хотя бы тем, что у нас есть дача Головкина со слонами, а у них ее нет. Кроме того, Головкин, конечно, был уникальным человеком. Основатель Самарского художественного музея, художник, краевед, фотограф, меценат. Он во многом опережал свое время и финансово мог позволить себе построить этот дом в столице Австрии. Но настолько беззаветно любил Самару, что даже в условиях надвигающейся революции решил остаться на родных берегах. Дачу Константин Головкин проектировал сам при поддержке архитектора Валентина Тепфера. Я на самом деле очень люблю дачу с слонами. Каждый раз, когда приезжают друзья из другого города, я вожу их. Там есть такая тропка вдоль заборчика, откуда можно увидеть слонов. И каждый раз я говорю, что вот смотрите, это визитная карточка нашего города. Если вы не были здесь, вы, считай, в Самаре не были вообще. Поэтому для меня было огромной удачей попасть сюда. Я очень рада возможности увидеть слонов вот этих вот вблизи. То есть это вообще просто классно, они очень красивые. И вот эта вот статуя тоже. Ну и само здание очень красиво, очень яркий представитель модерна. У нас самарский модерн, уникальный. Вообще самарская архитектура. Я считаю, что ее нужно сохранять, нужно ее беречь. В год 150-летия со дня рождения купца Головкина дачу решили отреставрировать. Конечно, это потрясающее здание. Я очень рада, что в этом году начнется его реставрация. С помощью, в том числе, федерального бюджета. Это, конечно, большое достижение. Я надеюсь, что реставрация будет проведена на должном уровне. И, конечно же, хотелось бы увидеть максимально возможное возвращение к оригиналу. Дачный комплекс со слонами – объект культурного наследия федерального значения. Сейчас он принадлежит Самарскому политехническому университету. После реставрации, который по проекту завершится в следующем году, его планируют адаптировать под учебные классы для будущих архитекторов. Мульфия Сафина, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самаргиз, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях, а также смотрите нас на ютюбе. Там у нашего канала уже более 36 тысяч подписчиков. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!